Вопрос в окраинном примере главной проблемой был резонанс большой, в том числе некоторые коллег писали здесь сидящие, о свечке, которая будет построена, а может быть и не будет построена, но есть его намерение, рядом с Астанатсом, на месте мотан. — И поскольку это не совсем Ваша компетенция, я хотел бы Ваш совет получить, услышать, что с этим моментом вы понимаете в этой ситуации. — Ну, кстати, а как город он считает? Надо строить? — Нет. — Знаете, может быть, Вы слышали, совсем недавно на оперативном совещании я как-то весьма, может быть, необычно отнесся к теме точной застройки. Я сказал, что она приобрела массовый характер, и у меня складывается ощущение, что кому-то, кому-то пофигу, чем будет завтра, как будет завтра в Астанске. — Я даже видел журнал, в котором изображение того, что хотят построить в этом месте, потому что Италий Васильевич информировал меня о целом о проблеме, как пример привел. — Вы знаете же, да, что целевое использование земли, если оформленная собственность, определяет сам собственник. Вот такая история написана в законодательстве. И даже если сейчас город попытается отказать, то я убежден, что они пойдут в суд. Потому что, когда я спросил, а много ли они затратили на то, что было в зиме, да, оказалось много. — Если они там затратили, то еще будет ничего и не работа. — На покупку. — На покупку, конечно, да. Если посмотреть все это, эформы и прочее, прочее. Вот я посмотрю некоторые вещи, которые касаются этого участка. Правообладатель сам выбирает вид использования без дополнительных разрешений и согласований. То есть вот он пришел и говорит, хочу построить здесь дом. Теперь я начинаю формировать проект. Разрешение на строительство он придет получать в этот город. — То есть все законно? — Все законно, конечно, потому что ему уже разрешили. Он уже его приобрел. Он его приобрел. Если бы он не приобрел, право отказать всегда есть. Он не хочет в город, и город должен был не хотеть. Если бы он приобрел, он делает проект. Приходит и говорит, вот мой проект. Я ему говорю, нет, не могу тебе дать. Он говорит, хорошо, еще раз. И там есть какое-то количество обращений. После этого он идет в суд. И дальше начинает работать суд. Да, город будет внимательно доказывать, что он этого не хочет. Но самый главный аргумент – это доказывать того, что люди этого не хотят. Я вообще считаю, что общественные вот эти пространства, застройки не должны подлежать. Ну, не знаю, но в этом случае все-таки примером может стать Москва. Я хожу около «Известий». Там студентом ходил, когда-то первый раз пошел. Макдональдс там сходил. В 80-м или перед 80-м годом. Напротив. А так и было, ничего не было. Сегодня там убрали. Все, слушайте, хуже-то не стало. Ну, наверное, кто-то пострадал. Но я убежден абсолютно, что если это право было реализовано незаконно, то в конце концов пришло время. Здесь единственный аргумент, которым нужно руководству – это все-таки мнение горожан. И его надо очень правильно, внимательно послушать. Потому что глава администрации города – это человек не для себя, а для города. Значит, мнение горожан для него является приоритетом. Но они же не законны. Даже мнение горожан. Точно, точно. А какие планы и правила разобрать пользование застройки для местования для того, чтобы отказаться на… Да. Абсолютно верный вопрос. Здесь возникает вопрос. Я попросил мне. Сделать генплан всего города одновременно очень быстро нельзя, как мы понимаем. Это большой процесс. Сделать его кусочками – можно. И тогда, когда мне показали вот этот журнальчик, я его пористал, говорю – покажите мне наличие генерального плана и отсутствие. Или отсутствие. И тогда, извините, будет основание прийти в тот же суд и показать, что здесь есть с того не отказать. Вот этим занимается сейчас Ваталья Васильевич. Я ему дал совет руководствоваться тем, что есть горожане. Ну и, по большому счету, в таких случаях… Ну, знаете, запретить… Есть одна вещь интересная. Вот эту дискуссию неплохо было бы как-то среди горожан попробовать развязать, разогнать. Сносится… Активно участвует в обсуждении этого вопроса. Обсуждение – это же решение. Частое обсуждение – не решение. Сносится какое-то строение. Сносится какое-то строение. И дальше это строение становится, образно говоря, пустырем. Вы обратили внимание, что оно часто становится свалкой? В центре на несколько… А знаете почему? А там ничего не застроится. С одной стороны, убрали старый ветки, уже умерший дом. А с другой стороны, там ничего нельзя делать. То есть это парадокс, да? Одно другое мешает. Я сказал, ребята, смотрите, если у вас сейчас есть, если есть по закону возможность принимать какой-то нормативный акт на уровне регион, давайте его принимать. Ничего другого не остается. Больше того, если появилось свободное пространство, оно должно быть максимально быстро занято городом. Либо это стоянка автомобилей, либо это еще что-то. Ну тогда это пространство будет задействовано как полезное для людей пространство. Ну и так далее, и так далее. Поэтому, в данном случае, это совершенно очевидный такой пример, на котором нужно не экспериментировать, а выходить на какое-то решение. И даже то, что рядом… Значит, они… Не знаю, я… В прошлом году они сделали река Центства Максовой? Нет, раньше. Раньше? Раньше. Просто я посмотрел, я видел, что там сочетание цветового гамма уже учитывается, по всей вероятности они понимали, куда что они хотят построить. Но я дал один единственный совет. Сейчас вот, с одной стороны здравый смысл, а с другой стороны находить возможность посмотреть. Я думаю, что в этом месте, в таких местах строить такие строения не нужно. Ну, там сейчас все обнесено забором. Ну, обнесение забором… Ну, там… Помните, там два уровня. Один уровень свечка, другой уровень здания поменьше. Там, понятно, что там красивые виды, но сегодня это несложно сделать, когда люди занимаются фитнесом, там вид на кусочек города и так далее, и так далее. Неужели нет каких-то законодательных схем решения вот таких вопросов? Потому что в парке строителей такая же ситуация, уже сколько лет обнесено забором? Ну, вот такая, вот такая, к сожалению, такая ситуация.